Сегодня в эфире обсуждаем итоги года Дмитрия Махонина на посту. С точки зрения разных аспектов, сейчас обсудим в большей степени экономическую составляющую. В студии РБК Андрей Емельянов, доцент кафедры финансов Пермского классического университета, кандидат экономических наук. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Спасибо огромное, что нашли время. Наверное, самый первый вопрос. Губернатор, когда в выходные проводил свой эфир в соцсетях, он одним из главных достижений, назвал не какие-то экономические, но, понятно, кризис, наверное, может быть, особо бравировать нечем, а назвал работу с обманутыми дольщиками. Вот вы видите изменения в этом направлении, и насколько это отражается на экономике региона? Ну, это острая проблема, которую действительно нужно решать. И если правительство в этом направлении уже серьезно продвинулось, то они, безусловно, молодцы. Но в части экономики, конечно, есть вопросы у всех регионов в этом году, у всех стран даже, я бы так сказал. Поэтому, ну... Ну, вообще, да, год достался губернатору действительно непростой, только что он поступил в должность в феврале, в марте-апреле все началось. Ну, понятно, что регион показал снижение и по промышленному производству, и по ВВП. Можем ли мы сейчас какие-то предварительные цифры называть падение? Удалось ли нам, может быть, сдержать это падение? Потому что вначале прогнозировалось, что все будет там совсем все плохо. Ну, так как в целом пандемия и нерабочие дни были только пять недель в начале года, это была последняя неделя марта, да, и начало апреля, поэтому в целом потом и промышленные предприятия, и малый бизнес начали работать, малый бизнес начал искать новые точки развития, переструктуризации бизнеса. Поэтому в целом предпринимательская активность потом, под конец года в целом улучшилась. А давайте сразу тогда про малый бизнес. Вот эти меры поддержки, которые были на уровне региона, если там не обсуждать федеральные, насколько они помогли и были ли они значимы? Ну, для тех отраслей экономики, которым эти поддержки были адресованы, они, безусловно, помогли. Да, в части там снижения ставок упрощенной системы налогообложения, да. Ну, если смотреть, вот вышли уже статистика по формированию бюджета Пермского края, да, в целом поступление от упрощенной системы налогообложения составили, ну, почти 8 миллиардов рублей, и это 90 только процентов от планового уровня, да. То есть, в целом можно сказать, что малый бизнес прошел год в соответствии с планом, да, только всего лишь недоработка составила 10 процентов. И Краевое министерство финансов объясняет вот этот недобор, да, 10 процентов как раз из-за вот этих льгот. А если мы посмотрим на крупные промышленные предприятия, которые являются плательщиками налога на прибыль, да, то здесь данные уже вышли о том, что у нас недобор на 24 миллиарда, да. И по плану было 60 миллиардов поступления по налогу на прибыль, а собрали только 35 миллиардов, да. Если бы курс доллара не вырос, собрали бы еще меньше, потому что крупнейшие экспортеры, ну, крупнейшие налогоплательщики, это как раз экспортеры у нас. Ну да, у нас в основном плательщиком налога на прибыль является Уралкали, да, то есть его, допустим, пока еще данные за 2020 год не вышли, поэтому какой-то анализ проводить еще пока сложно. Но если мы возьмем там 2019 год, то Уралкали у нас 94 миллиарда показал прибыль, и группа компаний Лукоил, да, порядка там тоже под 100 миллиардов два предприятия. Поэтому основная проблема регионального бюджета была связана именно с тем, что, во-первых, пандемия привела к тому, что прекратились экспортные поставки. Уралкали в начале года не мог подписать договоры на 2020 год, и там в тот же момент упали цены на Кали, да, они просели примерно на 24%. Да, с этим весь мир столкнулся, как вы и сказали в начале. Ну, вообще, эти отрасли, ну, понятно, что они все равно сейчас остаются флагманом, да, на ближайшие 5 лет, как вы видите вообще, структура экономики будет каким-то образом меняться в регионе? Видим ли мы какой-то посыл сейчас от краевых властей? Ну, мне кажется, пока нет, да, то есть Пермский край в любом случае это промышленный регион, даже если есть какие-то точки роста, да, то, ну, в любом случае прибыль этих компаний так сильно не увеличится, да, по сравнению с ресурсными компаниями, да, с те компаниями, которые производят экспорт товаров, да, это у Уралкали, у Койл и так далее, да, потому что если мы посмотрим, сравним, обычно газета «Бизнес-класс» выпускает осенью рейтинг крупнейших компаний Перми и Пермского края, и там приводятся данные именно по прибыли, да, если мы смотрим те отчеты по прибыли, да, то у Уралкали, у Койл у нас по 90 миллиардов, да, все, средняя, даже крупная промышленная компания только 1 миллиард прибыли, да, то есть там серьезный разрыв, да, и вот и там такого глобального скачка не видится, да, то есть компания может быть, конечно, наращивается выручку, свои обороты, выручку, но это ведет к тому, что и увеличиваются затраты, да, и затраты на персонал, многие компании отмечали, что, ну вот, в связи с пандемией пришлось потратить дополнительные денежные средства на безопасность рабочих мест, сотрудников, вакцинацию и так далее, поэтому, безусловно, если мы рассматриваем всю экономику, да, экономику предприятия, то есть продажи, выручка, да, есть затраты, и вот если выручка больше, чем затраты, да, то компания получает прибыль. И в сырьевых компаниях, да, таких как у Уралкали и у Койл, понятно, что там есть рента, да, мы добываем, поэтому там прибыль большая, всех остальных большие достаточно затраты. Ну, в принципе, от сильных сторон-то, как бы, и нет смысла отказываться, никто к этому не призывает. Зачем, если у нас есть флагманы, которые кормят регион, ну, там, условно я так это называю, какие вообще отрасли могут стать дополнительными драйверами экономики, как вы видите ее? Ну, может быть, что-то уже в 20-м году смогло показать рост? Ну, конечно, все говорят о новой цифровой экономике, да, о компаниях, которые создают новые какие-то цифровые продукты, компании, которые работают, мы там знаем малый бизнес, это компания Миру, например, да, которую сделал Андрей Хусит, который получил в прошлом году инвестиции от венчурных фондов американских, да. Они, конечно, вот эти компании передовые, да, современные, они разгоняют экономику, но вопрос, где зарегистрирован, собственно говоря, точка прибыли этой компании, да, то есть компания может быть уже зарегистрирована за рубежом, поэтому, соответственно, на первом случае Край, ну, не так много имеет поступлений, да, то есть он имеет поступление от в части, там, уплаты страховых взносов, еще что-то, которое связано с оплатой труда, но все остальное, то, конечно же, компании такие, ну, достаточно большие прибыли не показывают. По вашему мнению, что можно сделать региональным властям, чтобы удержать эти компании, создать им условия, чтобы они больше здесь оставались, чтобы создавали именно здесь рабочие места? Должны ли мы идти там по пути каких-то льгот, или, может быть, наоборот, какие-то другие есть пути? Ну, если мы посмотрим то, что делается в Тюмени, то, что делается в Казани, то, безусловно, это создание различных площадок, которые помогают молодым стартаперам, молодым предпринимателям развивать свои компании. Это и бизнес-инкубаторы, и технопарки. С этой точки зрения Пермский край уже продвинулся вперед, да, но там индустриальные парки, если мы рассмотрим, да, то здесь мы только в самом начале пути, да, вот там индустриальный парк Култаева только появляется, да, потому что, допустим, чтобы создать компанию, что должен сделать молодой предприниматель, да, ему должно быть помещение какое-то, или производственное помещение, не надо сразу много, да, там, 2000 квадратных метров, может быть, 100 квадратных метров, но которые подведены, которым есть электричество, куда можно поставить станки, и для того, чтобы развернуть этот бизнес, да. Если это такие хардкорные компании, да, промышленные, да, если это какие-то интернет-компании, которые предоставляют какие-то интернет-услуги, то это может быть просто бизнес-инкубатор, куда ребята могут прийти и создавать те продукты, которые будут востребованы на глобальном рынке. Как раз то, что вы сказали про выращивание компаний, очень многим, естественно, тоже там нужны инвестиции, там, в качестве, может быть, каких-то там небольших даже инвестиций, пусть это будут какие-то там десятки миллионов рублей, но тем не менее на какой-то быстрый рост. Удалось ли Пермскому краю в 2020 году поработать с инвесторами, или мы вообще 2020 год не должны брать в какой-то расчет, из-за того, что это был кризисный год? Ну, если мы посмотрим на начало 2020 года, да, то мы еще... Начиналось все хорошо. И правительство обсуждало еще, да, в те годы, год назад строительство аквапарка, да, и пандемия, она привела к тому, что, конечно, эти планы были свернуты, и необходимо обсуждать строительство, ну, во-первых, краевой инфекционной больницы, да, то есть понятно, что здесь некоторые регионы достаточно серьезно продвинулись, получив федеральную поддержку и построив там та же Уфа, да, Башкирия здесь, поэтому работа с инвесторами, она не прекращалась, вот, работа идет, но, мне кажется, там, 2021 год должен показать некоторые усилия в плане этой работы, да. На самом деле, вот давайте еще к бюджету все-таки, Андрей, вернемся, да, вы тоже про это много говорили, Пермский край в итоге там недополучил, ну, порядка 30 миллиардов рублей, да, если сравнивать, там, 19-е и 20-е годы. Ну, да, мы уже обсуждали, так как краевой бюджет, прежде всего, зависит, ну, практически на 40% от налога на прибыль, от поступления налога на прибыль, то есть если плановые поступления должны были быть 60, да, бюджет исполнен сейчас на 155 миллиардов, да, ну, даже где-то почти 35%, вот, то все будет зависеть от рыночной конъюнктуры, да, то есть учитывая то, что экономика Пермского края, она, так скажем, ну, если мы сравним, там, инновационные, ну, то есть классические в учебниках, есть инновационные экономики, да, и сырьевые экономики, да, то экономика Пермского края, ну, классический пример, да, сырьевой экономики, с хорошими промышленными компаниями, да, с инновационными промышленными компаниями, вот, но большинство доходов в краевой бюджет обеспечивают все же компании сырьевого сектора, поэтому будут высокие цены на калию, удастся уралкалию, да, показать хорошие темпы роста по прибыли, да, 21-й год пройдет хорошо, если же в пессимистическом сценарии, если все останется так же, как в 2020 году, не удастся уралкалию поднять цены на калии, но в целом… Ну, тут все зависит от мировых рынков, понятно, да. Да, если посмотреть обзоры какие-то, фондовые аналитики готовят обзоры, то в целом там спрос на калии достаточно хороший, поэтому… Ну, и нефть сегодня пробила 60 долларов, то есть, в принципе, все вроде хорошо. Последний вопрос у меня, Андрей, что касаемо бюджета, все-таки, удастся ли нам компенсировать каким-то образом в этом году, как вы видите, все-таки вот этот вот выпавший дефицит, придется ли нам привлекать какие-то все-таки коммерческие кредиты, или обойдемся ли мы бюджетными? Ну, и вопрос про облигации, мы пока про них все-таки забыли в регионе. Нет, насколько я слышал, что вопрос про выпуск облигаций идет, обсуждается, да. Для этого нужно, чтобы регион получил инвестиционный статус, вот, какого-то из агентства, да, несколько лет назад, когда Министерство экономического развития и торговли возглавлял Леонид Морозов, да, он эту работу проделал. Да, я помню, да. Поэтому, в принципе, это не сложная работа, ей нужно просто системно заниматься, да, для того, чтобы выпускать облигации. Но пока мы бюджетными кредитами обходимся. Да, но они относительно дешевле, да. То есть, если федеральный бюджет дает практически под долей процента, да, почему бы не брать, да. И здесь, с этой точки зрения, конечно, выпадающие доходы надо не стесняться брать. Понятно, что это перекладывание налогового времени на следующее поколение, что следующее поколение будут отдавать, но должен быть свет в конце тоннеля, да, и нельзя сокращать сейчас, да. То есть, те же программы, те же инвест-программы, там, если мы вернемся, там, к краевой инфекционной больнице, то ее нужно резко строить, поэтому можно брать денежные средства у федерации и на эти денежные средства пытаться построить все же. Важные необходимые социальные объекты, чтобы население города и регионы видело, что денежные расходы тратятся на важные общественные полезные дела. Спасибо. Спасибо огромное за ваше мнение. Андрей Емельянов, доцент кафедры финансов Пермского классического университета в нашей студии, кандидат экономических наук. Благодарю вас, Андрей.